Все вооружение любезно предоставлено магазином Top Gun. А подписчики стырены из группы Strike Ball это образ жизни. Спасибо моим информационным партнерам. Думал не замечу, да? О, знатная вещица. Всем добро пожаловать в очередной дрищный обзор. Я сам себе не боил, но дорога моя, дорога моя, дорога моя, дорога моя, Вы со мною зажигали, когда я буду, когда я, дорога меня любила, только это не я. А сегодня вашему вниманию представляется снайперская винтовка М24СВС. Винтовка М24 практически не имеет стальных частей. Из стальных частей здесь кольцо Антабки, наконец-то я выучил ее название. Какая-то фигня под столом, по всей видимости для крепления сошек. И также второе кольцо, которое находится на прикладе. Длину винтовка составляет примерно метр двести, метр триста. По весу практически три килограмма. Несмотря на то, что она довольно тяжелая, она очень мягко лежит в руках и удобна в эксплуатации. Данная модель винтовки в базе снабжена 140-сильной пружиной. Возможно, даже слегка больше. Потому что на хронометре показывает стабильный 142 метра в секунду 0,20 шаром. Что для базы довольно неплохо, согласитесь. Страйкбольная винтовка М24СМ702 снабжена телескопическим прикладом. Ну, скорее не телескопическим, скорее просто регулируемым прикладом. Для этого здесь находится вот это колесо, которое при вращении, если мы ее поворщаем, то размер приклада, собственно, будет изменяться. В зависимости от того, насколько вам надо. Винтовка М24 очень похожа на своих собратьев От самых разных компаний От Snow Wolf, от iBolt Кстати говоря, я делал уже когда-то о нем обзор И если вы нажмите вот сюда Вы попадете на не очень удачный обзор Ремингтона N700 От компании CyberGun Вот, вот, вот этой Вот в этой, да Так вот, как я уже сказал Конструкция М24 очень схожа с конструкцией VSR-10 Которая, собственно, копирует Ремингтон N700 В принципе, действие ее идентичен Как и ее аналоги, она довольно просто тюнингуется Для того, чтобы ее протюнинговать Для этого достаточно поменять пружину Но люди рекомендуют поменять также цилиндр Поменять нозл, поменять стволик Для того, чтобы эффективность была намного выше Несмотря на то, что данная винтовка в базе Снабжена 140-сильной пружиной Она взводится очень даже спокойно И не требует практически никаких усилий Единственное, что во время игры Можно слегка запариться это делать Данная винтовка с левой стороны Снабжена системой HopUp Она находится прямо снаружи И ее регулировка не составляет абсолютно никакого труда Для того, чтобы отрегулировать HopUp Нам достаточно всего лишь левой руки И, собственно, передвинуть рычажок Который находится вот здесь Несмотря на то, что это цима У данного привода практически не замечено люфтов Что у нас люфтит? Люфтит – это раздвижная часть приклада Если ее полностью расслабить Если ее затянуть под самой неболой То она тоже становится практически абсолютно монолитной Кстати говоря, приклад снабжен прорезиненной вкладкой Которая довольно просто отстегивается И вполне возможно ее, наверное, потерять Так что будьте внимательны Всю ложку, в которой держится наша винтовка Представляет из себя большой кусок пластика Который внутри, собственно, полый Думаю, если бы он был монолитный То вес данной винтовки был бы абсолютно неподъемным На ощупь пластик шершавый, не скользкий В штатной комплектации входит магазин Магазин на 23 шара Я уже встретился с проблемой Для того, чтобы зарядить данный механизм Нужно немного сноровки и, собственно, практики Из недостатков сразу можно обратить внимание То, что магазин не доходит до конца И остается слегка так вот неприятный люфтик Магазин, собственно, выпирает из ложа Моя винтовка снабжена оптической системой А точнее, телескопическим оптическим прицелом От компании Leopold Тактико-технические характеристики Это оптика на 50 мм Дальность оптики регулируется от 3,5 до 10 крат Что в страйкболе, мне кажется, слегка излишним Данный прицел имеет кучу настроек В которых хорошо может разобраться, наверное, только профессионал или полупрофессионал А не такой чайник, как я Но из всех настроек можно отметить Это регулировка по высоте прицельной сетки То бишь по вертикали, по горизонтали А также есть еще один третий валик Это для того, чтобы компенсировать параллакс Данный прицел имеет 9 настроек подсветки В частности, это три цвета Зеленый, красный и синий И каждые эти три цвета имеют три интенсивности Не особо ярко, так, с среднячком и офигенно ярко Данная оптика вам позволит спокойно поражать объекты Вплоть до, ну если совсем по фану, ну 50 Ну, я думаю, даже если очень постараться, 60 метров Эй, Ярл, может ты еще немного про винтовку расскажешь? Какой винтовке? А, вот этой палки, на которой держится столь восхитительный прибор оптический Эх, ладно, вернемся к нашим баранам и к винтовке М24 Как я вам и сказал, данная винтовка снабжена 140 сильной пружиной Что позволяет поражать мишени В базовой комплектации 30-40, спокойно, 30-40 Ну и с грани фантастики 50-60 метров Что я вам, собственно, попытаюсь и продемонстрировать Так как стрелок я довольно посредственный Я буду пользоваться читерскими возможностями Опереть винтовку на пенек Расстояние 35-40 метров Возможно, даже чуть-чуть больше Да шо ж такое Эээ, пустой Есть! 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 Мне немножко надоело это катовать, а давайте подойдем немного ближе. Итак, взвесим все плюсы и все минусы. Минусов, честно говоря, в этой винтовке я не нашел, за исключением, возможно, малого магазина. Но учитывая то, что в реальной жизни у него магазин всего лишь на 5 патронов, а внутрь влазит, к сожалению, не 28, как я ошибся, а около 21 шара. Для винтовки это неплохо. Неплохо. Почему? Потому что налицо у нас будет экономия на шарах. Сейчас проедет электричка и тогда продолжим. Вопрос, купил бы ли я себе эту игрушку? Безусловно, да. После данного обзора я бы не прочь попробовать себя в роли снайпера. Я вообще давно хотел стать снайпером. Еще когда познакомился с самим страйкболом и спросил, а это без краски? И это пластиковыми шариками? О, я буду снайпером! Ну, а на этом у меня все, или почти все. Возможно, я что-то не досказал. Смотрите мои предыдущие видео, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, оставляем свои комментарии. Если вы владелец данной винтовки, прошу, опишите свои ощущения от пользования данным аппаратом внизу. А пока весь контингент лишний слился, у меня для вас очередной большой традиционный бум. Не волнуйтесь, она не металлическая, это просто металлический скотч. Но антуражности придает Гарнатия. Вот вам подарочек от меня! Ха-ха-ха-ха-ха! Не ожидали, да? Нет! Пока! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!